Игрушки и куклы из ткани, бумаги и дерева, вышивки крестом, композиции с фетра и в технике макраме. Педагоги Сарова способны удивить своим творчеством. В учебной рутине они находят время и вдохновение ваять работы высокого уровня мастерства, которые часто создаются в стол. Год назад родилась идея познакомить саровчан с рукодельницами и их работами. Так появилась выставка «Творчество для души». Я очень рада, что получилась такая уютная, замечательная выставка, что педагоги принесли свои работы. В этих работах они находят свое вдохновение. И очень многие делятся этим со своими учениками. Педагоги из школ и детских садов города занимаются живописью, рукоделием, музыкой и танцами, находятся в постоянном творческом поиске. Одни посещают занятия в объединениях, другие черпают знания из интернета. Что мне это дает по жизни? Это, во-первых, отдушина. Во-вторых, изучая что-то новое, узнаешь столько информации тебе дает, которую я могу детям преподать интересно на уроках. Потом это общение. Общение шикарное, с интересными людьми. Большую поддержку педагогам оказывают воспитанники. Школьники следят за успехами учителей, стараются им подражать. С совместными работами ученики и педагоги регулярно занимают призовые места в конкурсах и фестивалях, а выпускники используют навыки в дальнейшем. Ольга Борисовна, помните, мы народную рубаху шили? Я вот недавно в институте в ней выступала на каком-то мероприятии. Поэтому все, что я им даю, оно находит отклик в их душе, в их жизни, в их творчестве. Мне это очень приятно. Выставка так понравилась посетителям, что организаторы уже планируют новую. В ноябре в Музее народной игрушки саровчане смогут познакомиться с личными коллекциями педагогов. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.